Парк Пятидесятилетия будет увеличен на 12,5 гектаров. Об этом рассказал глава округа Мура. Сегодня в самом большом городском парке отдыха активно возводится входная группа и фонтан. Подробности в сюжете. Строители и отделочники заняты возведением новой входной группы в парке Пятидесятилетия. В отличие от старой конструкции, сделанной из досок и листов железа, новое лицо парка будет основательным и монументальным. Через несколько недель подрядчик обещает завершить строительство пешеходного фонтана одного из двух, которые выбрали жители города в результате голосования на сайте евгенийрычков.рф. Сам глава сегодня не только осмотрел ход работ, но и сообщил журналистам важную новость, которая касается всех горожан. Я хотел поделиться с жителями города таким радостным событием. Оно заключается в том, что мы подписали соглашение с частными компаниями. И по этому соглашению в муниципальные владения возвращаются два огромных земельных участка, 4,5 и 2 гектара. Эти участки вдоль бульвара Тихомира были отданы когда-то много лет назад под коммерческую застройку. И у нас ушло буквально в год на то, чтобы провести юридическую переговорную работу и вернуть все это наше муниципальное владение и, собственно, использовать под парк. Речь идет о пустыре за православной гимназией. Огромная территория в 12,5 гектар в самом центре города долгие годы просто зарастала бурьяном. Здесь собирались построить очередной торговый центр, но администрации удалось вернуть отданную некогда землю в собственность города, чтобы присоединить ее к парку. Знаете, у многих были вопросы, почему проект называется «Парки возвращения». Почему возвращение? Ну, многие решали, что возвращение значит обустройство, возрождение, но возвращение было не только в этом. Возвращение было в том числе заключалось в том, чтобы мы вообще их получили обратно, вернули в наше муниципальное владение. Ведь из четырех городских парков только один парк молодежный являлся, собственно говоря, в 2013 году являлся муниципальным. Остальные территории, они кусками были отданы частным предпринимательным компаниям. И парк Гагарина был отдан в частные руки, и отдан был за 4 рубля. И здесь вот этот массив земельный, он также был разрезан отдельно большими группами, которые вклинивались в территорию парка. И, собственно говоря, мы занимались прежде всего, этот этап работы выполняли по возвращению всего муниципального владения. На этот год в парке запланированы большие работы. Это лесная часть, водоем, который будет значительно увеличен и облагорожен. Присоединенные гектары также предстоит с умом вписать в ландшафт. У каждой территории парка есть свое назначение. Детский городок для малышей, аллея для неспешных прогулок людей старшего возраста, спортивное ядро для молодежи. Сегодняшний пустырь в результате должен стать такой же нужной частью будущего парка. А что именно здесь необходимо построить, традиционно решат жители округа на сайте евгенийрычков.рф. Я уверен, что с помощью творческого подхода и проектантов, и всех жителей города, он станет самым красивым и самым интересным. Поэтому я прошу всех зайти на мой сайт, дать свое предложение. Ну, а мы, собственно говоря, уже готовы приступать к выполнению этих работ. После завершения всех работ парк 50-летия станет самым большим во Владимирской области, а также самым интересным и насыщенным, потому как проектируют его все жители округа Муром. Ольга Келешина, Илья Блетов, Новости Муром.